Девушки отдыхают Это самая крупная коллекция И монументальных полотен Давай, выходи на улицу, футбол, волейбол Смотри, Пазик едет Пазик А, вот Пазик проехал мимо Лазика Это тоже одна из достопримечательностей Горловки А знаешь, что мне сейчас сказали? Одно интересное, что сейчас мы зайдем в театр Кукол Но мне сказали, что это героическое место Выездная студия в Горловке Часть 2 Это то, что одевает человек на себя И не проси меня даже об этом Мне просто вот мы сейчас приехали в театр Кукол Мне не покидает еще мысль о том, где мы сейчас были Понимаешь, что миниатюрные книги И я практически уверен, что есть горловчане Которые не были в музее миниатюрные книги Я практически уверен Я сегодня тебе сказал, что это преступление Давай на зебре посидим На зебре посидим? А знаешь, что мне сейчас сказали? Одно интересное, что сейчас мы зайдем в театр Кукол Но мне сказали, что это героическое место Почему? Потому что во время войны Вот сейчас Коллектив театра Своими силами Освободил от мусора бомбоубежище Вот и с жителями этих домов И жители близлежащих домов ходили сюда Во время обстрелов Вот Буратино стоит на отдушнике На отдушнике Или отдушнике На бомбоубежище Молодцы Ты можешь посидеть, я пока прислал А еще знаешь, что мне сказали? А еще мне сказали, что до войны Штат был один, а теперь он стал больше в два раза А, вот так вот даже? Даже так Нашлись люди, которые решили поддержать это дело Я предлагаю тебе заходить и смотреть На еще одну достопримечательность Го-рла-ки Вы директ? Здравствуйте Здравствуйте Очень приятно Ну, во-первых, в республике нет больше городских театров Буква И в высшей Украине Я, честно говоря, не знаю, чтобы их было много Их немного В Украине всего лишь пять городских театров Ну, не каждый город может себе позволить Такую роскошь, как иметь театр До войны был, вот как бы Вот, был театр, но он не был таким большим, да? А вот во время войны мало того, что он и в размерах даже разросся, нам сказали Еще и штат вверх Да, благодаря делу культуры Нам пошли на встречу И нам увеличили трупу вдвое Во время войны У нас было шесть человек Актерского состава Теперь у нас стало 12 Если ты захочешь Это для телезрителей я покажу Захочешь попить водички Вот, пожалуйста, как выглядит кулер Современный кулер По-горловски, понимаешь? Вот так вот Все, я все показал, все, что хотел Ты иди к Звукареве, я буду спектакль смотреть Когда еще? Здравствуйте, как вас зовут? Антон Антон, сложно работать с куклами Они живыми людьми И с куклами сложно, и с людьми сложно Я понял Это сейчас репетиция? Да Сколько она будет проходить? Ну, все закончится Вторая, вижу Ну, чуть-чуть А как спектакль называется? Золотую цифру Спасибо Предлагаю двигаться в костюмерную Пошли в костюмерную Мастерская, здравствуйте Как раз здесь рождаются наши куклы, персонажи, все декорации Сейчас персоналом идет подготовка к новогодним утренникам В этом году мы будем делать паркетных кукол Это в человеческий рост Но не человек одевает на себя, как ростовая кукла Я понял Паркетная кукла, он держит ее перед собой Вы сами делаете кукол? Да, мы делаем абсолютно все сами У нас полный закрытый цикл От идеи, эскиз до готового результата Голова, туловище еще пока лежит там, оно не в полной одежде Вот это будет еще туловище, руки, ноги, которые вдевает в себя актер И вводит ее То есть она вот такого размера будет, актер будет ее вводить перед собой Вот у нас сказочный персонаж в новогоднем представлении Баба-Яга Будет леший, ну вот уже заготовочка Еще не доделана, леший и кикимор То есть здесь нет ничего штампованного Каждая деталь сделана руками Аншлаги бывают? Постоянно, постоянно То есть дети ходят? Да, несмотря на то, что война Вот особенно мы, когда в 2014 году начали, возобновили свою работу 1 ноября У нас полные аншлаги И люди шли, шли Мы одни из первых начали работу из учреждений культуры в городе И до сих пор люди, полный зал у нас постоянно На новогодний утром у нас билеты раскуплены по 6 января уже Очень любят ее ребята, белка с длинного периода Вот это то, что одевает человек на себя И не проси меня даже об этом Спасибо большое Пирожковая справа А Валов сразу пирожковую заметил Мы уже несколько часов находимся в Горловке И увидели несколько... И маковые рассинки нет Вот маковые все рассинки остались в музее миниатюрной книги А у нас во рту маковые рассинки нет Я-то знаешь, я предлагаю... Ни капельки Мы выходим, получается, на дорогу Улица эта... И я, к сожалению, не знаю какая Проспект Ленина Спасибо Дальше у нас в программе Это, получается, сейчас у нас музей Художественный Да, потом мы еще заедем в администрацию города Для того, чтобы пообщаться Правильно? Обязательно надо сделать Вот И согреться-то надо Здесь самое большое собрание сочинений Рериха Мы входим в художественный музей города Горлов Уже пойдем? Здравствуйте, где вы? Мы нас ждем Здравствуйте 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 А у нас жемчужина Донбасса Вот подождите, как вас зовут? Меня, Светлана, всегда и директор, но проводить будет, если экскурс Нет, мы не на экскурсах, Светлана Васильевна, смотрите Мы в Уралке Вот мы заходим Здравствуйте Здравствуйте Ирина Николаевна, заведующая отдела Мы заходим каждый... Вот, были уже в музеях, у театра Кукол Мы заходим все время Так, вот, все, две минуты Две минуты Да, несколько до сопримечательностей Все А потом начинается А у нас жемчужина Здравствуйте другого такого не очень много таких моментов когда говорят о том что вообще горловка это практически областной центр да то есть как бы если буквально вы столица столица музеи в каждом городе но художественных музеев в донецке и горловки и все правильно но именно таких вот с таким с таким набором такой а вот теперь давайте при при мне вот скажите у нас более трех с половиной тысяч работ во первых коллекция насчитывает во вторых у нас уникальнейшая коллекция работ николай константиновича рериха которой мы гордимся это была самая большая коллекция работ рериха в украине но 28 работ казалось мало но это такие работы это уникальнейшие работы русского периода творчества художника все остальные это восточный период творчества поэтому мы настолько горды на не интересуется и петербург и ю-йорк и новосибирск и очень многие города иностранцы приезжают падают в обморок просто а еще мне сказали что тут одно из самых больших одно одно из больших айвазловского собраний правильно нет у нас две работы живописных нет 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 коллекция хорошо но у вас я знаю начало двадцатого века неплохо представлена по моему да у нас великолепно представлено начало восемнадцать восемнадцать девятнадцатый но русские у нас нет зарубежных но даже современники говорили что полотна и то что он сделал русский период творчества такого нет нигде нет нигде это самая огромная коллекция и монументальных полотен и вообще русского периода русского периода больше того года понимаете он уехал за границу все и он писал там и везде в мире произведения восточного периода творчестве было отрезано могу сказать то же самое что я сказал музеи книги миниатюрные книги сколько лет уже музею появился надо открылись это была картинная галерея это был не музей подарил работы наш горловчанин бородин и так началась коллекция вот наши собирать я жила отсюда в двенадцати километрах половину своей жизни это где и на киво и вот я и вот я впервые вижу а вот теперь поехали в администрации здесь мы понимаем что опять же сейчас находимся в горловке напоминаю нашим телезрителям и сегодня смотрим все достопримечательности которые есть в этом городе их правда много нам сегодня уже даже рассказали что нам придется в следующий раз ехать для того чтобы снимать вторую часть саня я честно я пози подожди я тебе сейчас покажу и зрителям покажу смотри пазик едет пазик а вот пазик проехал мимо лазика да вот пазик вот паз проехал и лаз а вот нам уже сказали это тоже одна из достопримечательностей горловки здесь лазы бала правильно мы говорим лаза лаза их тут много и они хорошем состоянии лазы да вот не на лазе однако в администрацию города пазик мы уже отметили а еще как бы причем на горловчане сами об этом говорят что еще одной особенностью горловки являются плохие дороги плохие дороги все будет хорошо уже город и нам сказали что никто ничего ременди потому что горловки должны быть плохие дуры потому что достопримечательно я их в этом поддерживаю ну я думаю все исправится на пони надо исправить ара это будет не горловка сейчас в администрации все узнаем и так уважаемые друзья мы в исполкоме города горлоке мы общаемся с заместителем главы горлоке с викторией жуковой вы по социалке как вы сказали да по социальным вопросам вот мы пытаемся найти какие-то особенности вот что-то такое что есть только в орловке и больше нет нигде и мы знаем что вот такой особенность является этот человек который над нами сейчас наблюдать иван сириевич кучка который сколько кстати уже вы вместе с ним приехали четыре месяца уже четыре месяца ну и такое ощущение как будто мы уже тут долго-долго уже все родные все хорошо уже вам поверили уже конечно нам сразу сперва не поверили вам как мы постараемся это вообще сделать традиции чтоб нам всегда верили чтоб не было никаких моментов что то есть я так понимаю мэром лондона тоже будет иван сергич скажите вы для себя вы мне сказали вы родились в орловке в каком возрасте уехали ну уже лет 18 я уже окончательно в донецке обосновалась что из горловки такой может быть детской какой-то 8 на а может быть сейчас что ну почему искала 18 точнее как бы шашу я училась донецке но все мои то что все воспоминания детства они связаны с горловкой потому что все каникулы я была в горловке и душа все-таки жила в городке вот воспоминания на это мы с вами тоже уже обсудили то что дороги у нас не менялись с приходом ивана сергеевича поменяют александру владимировичу да я думаю что дороге все таки все изменится люди будут рады потому что все таки от дорог зависело много этой маршрута и так просто люди машины свои берегли переживали за них и все-таки основной это общественный транспорт что сейчас может быть какая то есть особенность я сейчас не говорю о зайцево я не я сейчас не говорю в городе есть музей миниатюр у нас в городе есть полотна рериха порядка 80 штук оригиналы причем когда началась война с бывшего государства украины пытались их забрать но наши сотрудники уберегли сказали если хотите приезжайте в гости и попробуйте это сделать но они не приехали слава богу но я думаю что мы бы и так это не отдали поэтому эти полотна у нас хранятся сейчас они уже выставлены вы сможете с ними ознакомиться очень интересные и я думаю более подробно расскажет сотрудник музея них как горловка готовится к новому елка будет елка будет большая будет елка 14 метровая она будет на площади установлена будут народные гуляния у нас будет у нас шествия деда морозов много утренников вы готовимся мы будем это все показывать сюрпризы рассказывать не буду сюрпризы будут на все уважаемые друзья вот на этой радостной ноте закончим спасибо спасибо так но последняя наша . будучи в горлоке нельзя не побывать здесь потому что если уже говорить о чем-то таком что вот есть только в орловке больше нигде нет в республике это конечно же вот таким завод стирол химкомбинат стирол это главный корпус стирол это завода управления там сам завод находится ну вот я точно сейчас боюсь ошибиться но по моему это если не самый крупный то один из крупнейших заводов вот восточной как минимум и европе вот и что я хочу сказать а ну что такое сказать она это реально крупное предприятие и это 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 гордость горлов до войны сейчас по моему работает только один цех прошлое нашей программе мы нашим телезрителям сказали о том что мы запускаем вконтакте нашу официальную группу которая называется выездная студия вот и нам пришло послание из горлов до сообщения практически сразу же мы особо не заполняли еще нашу группу не дошли руки но однако у нас появилось первое сообщение которое мы прочитали и это было сообщение где написано приезжайте в горловку у нас много достопримечательностей два до этого сообщения мы узнали о том что есть музей миниатюрной книги разнали о том что из художественным музеем собранием рериха и так далее так далее так далее поэтому если вы хотите чтобы мы побывали в вашем городе если вы хотите чтобы ваш город увидели это мы сейчас говорим о городах донецкой народной республики присылайте союз можете европу прислать вообще здорово опишите еще некоторые места достопримечательности которые нужно обязательно увидеть но не только вот такие как музея может быть есть какие-то прикольные места где там люди тусуются где я не знаю где где что-то проявляю что ностальжи вот это самое главное да пишите нам наша группа вконтакте сейчас страничку и адрес этой группы увидите у себя на экранах пишите и обязательно возможно именно в ваш город мы уже приедем совсем скоро да и не забывайте это уже горлочан обращаемся не забывайте какой-то диаметр вашего мотодрома автодрома а пишите пишите давайте дерзайтесь пока а